Фрэнтис Гейб довольно известная женщина. Она умерла в 101 год, но даже после ее смерти людей мучает вопрос – она была гением или сумасшедшей? Причина споров – ее необычное открытие. То, что она придумала, не делал раньше никто и никогда. И неизвестно, найдутся ли желающие повторить этот опыт. Дело в том, что около 20 лет эта женщина не занималась уборкой в своем доме. Никто не сделала работу за нее, но дом при этом никогда не был в пыли. Оказывается, женщина жила в самоочищающемся доме. Десятки лет назад мысль пришла Фрэнтису в голову, и она воплотила ее в жизнь. Все началось с ее развода. После разлуки с мужем Фрэнтис поняла, что у нее нет возможности полноценно работать и заниматься детьми, которые остались с ней. Однажды Фрэнтис заметила следы варенья на стене в кухне. Женщина с трудом отмыла его с помощью шланга из сада. Когда злость после этого непростого дела прошла, мисс Гейб поняла, что совершила что-то гениальное. Именно в это время появилась идея создания самоочищающегося дома. Несколько лет спустя она воплотила эту идею в жизнь. Было создано 68 различных устройств, которые позволяли дому мыть, стирать и сушить без посторонней помощи. Жилище Фрэнтис было похоже на огромную посудомоечную машину. Уникальная система не только мыла стены и полы в доме, но также стирала одежду и собачью подстилку, и даже мыла собаку. Как к этому относилась животная, история умалчивает. Естественно, хозяйка была дома в это время, она открывала зонтик и нажимала кнопку, чтобы активировать систему. Чтобы правильно организовать работу, пол дома был устроен с угловым наклоном по отношению к стенам, со специальными водопроводными трубами, по которым декла вода. Вначале выпускалось мыло из душа под потолком, затем лилась теплая, чистая вода. В конце подавался теплый воздух для просушки, весь процесс занимал около часа. Конечно, Фрэнтис пришлось пойти на некоторые жертвы. Перед процессом мытья ей нужно было развешивать одежду на веревках. Кроме того, Фрэнтис отказывалась от ковров и штор, а вся мебель в ее доме была сделана из пластика. В 80-х годах прошлого века Фрэнтис стала довольно знаменитой. Ее дом всегда был полон туристов. Фрэнтис говорила, что своим открытием она хотела бы помочь людям с ограниченными возможностями. Многодетным матерям и работающим женщинам она мечтала, что ее идея позволит женщинам проводить больше времени со своей семьей. А как вам такое изобретение? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео и было полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru